Суббота С фантазией Представьте себе К вам приходит пророк и говорит Вы будете премьер-министр Ну, звучит очень солидно Хочется спросить, а в какой стране? Потому что, если простите, в бюджете дыра Экономика никакая То, простите, они, возможно, ищут козла отпущения На кого бы все свалить? А в какой стране хотелось бы знать? Ты будешь премьер-министр И вот, когда тебе это говорят Начинает работать фантазия Предположим, сказали правду Как вам это видится? Что вы сначала себе представляете? Охрану? Охрану кресла Министры стоят По стойке смирно Вытянулись в струну Если бы вам сказали, что вы будете премьер-министром О чем бы вы подумали? С чего бы вы начали? С чего бы я начал? Давайте просто подумаем немножечко На эту тему И это вообще здорово Премьер-министр Сам себе сказал пять раз А потом опять Что с этим делать? Ну что ж Помоги нам Господь Мы начинаем Размышления на тему Что есть видение Что есть лидерство И успешное завершение служения Вы видите и начало, и конец Начало Мы говорили о Ниеме Он на коленях Он молится Он ищет Божьего благоволения И конец Что есть лидерство? Все начинается отсюда Лидер должен понимать Что надо делать Мы говорили с вами вчера И продолжаем сегодня Говорить о видении Планировании соответствия С планом Божьим Без этого никуда Вчера мы с вами размышляли На тему аббревиатуры Диви Фактор Бога Его обязательно нужно включать В любое планирование Проснулся, помолился Вечером перед сном Помолился тоже Весь день И когда я сплю Бог все еще со мной Концепт Эммануила Ночью не выключается Бог заботится о нас Део волэнте Божья воля God's will Но если ему будет угодно то Бог даст будет Так мы по-русски говорим Бог даст будет Поэтому Я могу в каких-то документах Написать Диви Если это начало А когда это уже реализовалось То я пишу Слава Богу В простых вещах А не только в сложных Потому что бывало так Что по приоритетам Я распределял Вот здесь я больше молюсь Здесь меньше Потому что здесь Я как бы справлюсь А вот там Выяснялось Что как раз там Где я был уверен Как-то все пошло не так Я с годами научился И малые и большие вопросы Просто отдавать Господу Потому что вдруг выясняется Что все имеет значение И то малое Потом станет чем-то великим Будь уверен в малом Над многим тебя поставлю Может быть отсюда Все начинается Поэтому лидеры Формируются В мелких проектах Доверили что-то Сделай Еще доверили Сделай А по этим маркерам Видно Стоит ли тебе дать больше Господь видит Лидеры в церкви видят Одно поколение Передает другому Ну это В заключении Этого дня Део валенте Божья воля Если Богу Будет угодно Делить прибыль Раньше Чем внесли Фактор Бога Неправильно Делить шкуру Не убитого медведя Не говорит Гоп Пока не перепрыгну Сколько таких поговорок Есть в жизни Правда? Фактор Бога Это то Что включают христиане Какой бы конфессии Они не предлежали Рима-католики Православные Протестанты Это одна Библия И Мы все должны С вами это учитывать Лидерство Начинается отсюда С видения Цели И молитвы Чтобы Бог Помог ее реализовать Иначе Никак нельзя Фактор Бога Израиль Любил Иосифа Более всех сыновей своих Потому что Он был Сын старости И сделал ему Разноцветную Одежду И увидели Братья его Что отец Всегда Вводит его В Мэйсис А сами Тольков Роз Мне надо переводить Может это и называется Контекстуализация Может это и называется Актуальность Может это и называется Релевантность В каждой стране Свои магазины Подороже По категории И Для всех И при этом Это не значит Что это плохо Это не значит Что это плохо Чем вообще был занят Иосиф Братья пасли овец А Иосиф Пас братьев Он помогал Папе воспитывать Всех остальных И доносил До папы И Форумбюро Служба Снабжения Информации 17 лет Кто-то бы сказал Журналист Кто-то бы сказал Блогер Как это Модно И популярно И увидели Братья его Что отец их любит Более всех Братьев его И возненавидели его Не могли Говорить с ним Дружелюбно А как я вас Поприветствовал Сегодня Шаббат Шалом А в еврите Здесь слово Шалом Они не могли Говорить с ним Лешалом Мирно Мир Исчез Мир Дружелюбия Мирность Здесь разные Комментарии Есть на этот текст Не могли Говорить с ним И видел Иосиф сон Когда вы видите Сны Думайте Кому их рассказывать Не думайте Что говорит Видел я Как мне подарили Роллс Ройс И все Аллилуйя Все так рады За тебя Прокатишь Хоть раз Он имел Неосторожность Рассказать Сон Тем Кто и так Его не любили Вы меня не любите Сейчас я расскажу Один сон И я все Исправлю Ну давай Как вы выражаете Радость Сквозь зубы Ну давай Расскажи А я говорю Сейчас Про будущего Премьер-министра Египта А я вас попросил Подумать На тему того О чем Подумали бы Вы Итак Жизнь Премьер-министра Начинается Здесь Я расскажу Вам Сон Ну давай Снопы Которые вы видите Это первый сон И видел Иосиф сон И рассказал Его братьям Своими И они Возненавидели Его еще Больше Он сказал Им Выслушайте Сон Который Я видел Братья Вот мы Вяжем Снопы Посреди Поля И вот Мой Сноп Стал Прямо И вот Ваши Снопы Стали Кругом И поклонились Моему Снопу Как вы думаете Братья Что это Вообще Удивляешься Что они Не продали Его раньше Вы знаете Что будет Потом Первое Впечатление Нельзя произвести Два раза Вы этот Текст Уже Читали И сказали Ему Братья Его Неужели Ты будешь Царствовать Над нами Неужели Ты будешь Владеть Нами И возненавидели Его Еще более За сны Его И за слова Его Там вообще Ненависть Растет По этапам А потом Отец Отправит Его Посмотреть Здоровы ли Братья Пойди Посмотри Здоровы ли Братья Братья По суд Он остался Дома Посмотри Здоровы ли Братья А здоровы ли Они А как Дать оценку Здоровью Нет температуры Не кашляет Давление В порядке Сахар В норме А как Дать Определение Здоровью Здоровы Здоровы ли Братья Нет Нездоровы Потому что Когда ненависть Растет В геометрической Прогрессии Здоровьем Это назвать Нельзя Да Кстати Это будущие Патриархи Первоначальники Колен Да Их Много Небесный Иерусалим Двенадцать Верот Двенадцать Оснований Двенадцать Апостолов Двенадцать Патриархов Братья Вы поклонитесь Мне Но не переживайте Ваши имена Будут В небесном Иерусалиме Нет 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 этого Диалога Потому что Они не видят Перспективы Они не думают Об этом Мы сегодня Говорим Бог Авраама Исаака И Якова Бог Патриархов А тогда Все было просто Одна отдельная Семья И еврейская Мелодрама И конфликт Так вот Когда нам говорят О перспективе Мы иногда Даже не думаем Что до этой Перспективы Будет Продали Братья Оклеветала Женщина Бросили В тюрьму Жизнь На волоске Когда Бог Открывает Что у нас Есть дар Лидерства Мы сразу Начинаем Видеть Что? Охрану И кожаные кресла Бог формирует Нас Как лидеров Показывая Великую Перспективу Я скажу вам Что? Сядете Сядете Со мной На престоле Моем Как и я Сел С отцом Моем На престоле Его Дам Имя Новое Одежда Новая Побеждающему Дам Деепричастный Оборот Все семь Писем Заканчиваются Деепричастными Обороты Это Континус Это глагол В настоящем Продолжительном Не Преставайте Жить Жизнью Победителя И тогда Дам И тогда Переодену И тогда Дам Новое Имя И тогда Дам Доступ К древу Жизни И что не Получил Адам И Ева Получим Мы Побеждающему Participant Presence Продолжительное Настоящее Цель Победа Стратегия Не уклоняться От этой победы От жизни Победителя Не уклоняться Будут ошибки Будут ошибки Но До того Как Водвориться У Господа Возможно Будут сложности И испытания Лидера В малом В большом Испытания В кругу Семьи Самое Болезненное Потому что Один предатель Внутри Крепости Может нанести Больше урона Чем Тысячу Спецназцев Находящихся Снаружи Юда Один из двенадцати Это всегда больно Предательство Всегда больно Иосифа Продают за двадцать Дороже Продадут Только Иисуса Тридцать Продадут они Караванщикам Это Это Такой Трак Драйвер Какой-то Остановился Сколько там Помещается В современную Простите Фуру Да там Наверное Все бы Вместе с верблюдами Поместились Наверное Или просто Игру А что они купили Они купили Иосифа А что они везли В Египет Ну что Ладан Бальзам Ладан Бальзам Это понятно Стераксу Они везли А Ну это совсем понятно Да Что это Такие Стеракса Вот они Ее везли Что это Такое Смола Какая-то Благовонная Оказывается Что они Везли Они везли Товары В магазин Сепфора Моисей Потом на ней Женится Вот как Реклама Сейчас прошла Правда Они за 30 серебряников Купили Того Кто Благоухание О Боге Распространит На весь Египет Они даже Не знали Кого везут Они не знали Что этот Мальчик Станет Известной Личностью Я даже Не знаю Сколько раз Потом Патифар Извинится Перед ним В надежде Что его Не выгонят С работ Семейная Драма В семье Патифара Мы ее Оставим В стороне Я сегодня Хочу сказать Что Перспективу Мы все Знаем Во дворице У Господа Дам Сесть На престоле Мое Но на этом Пути Никто Не обещает Что будет Все Гладко Проблемы Внутри Семьи У Иосифа Проблемы В новой Семье Клевета А в конце Встреч Где будучи Лидером Он с ними Не расправился Посмотрите Пожалуйста Он с ними Не расправился Да Он провел Их Через Какие-то Этапы Так сказать Пусть Почувствуют И евреи И богословы Так и говорят Все то Что устроил Им Иосиф Было Частично Похоже На все то Что они Ему Устроили Там были И деньги И обвинения Ложные Помните Больно Ну хоть поймете Что вы натворили Со мной Когда ты сравниваешь Все то Что они ему сделали И он И он в конце Не выдерживает И плачет Плачет Открылся Иосиф Они боялись До конца дней Даже там история Такая Текст у папы Текст у папы Отсутствует Но они говорят Ты знаешь Папа перед смертью Сказал Смотри Не обижай нас Я не знаю Папа сказал Это или нет Но я и так Не собирался Он не восстает О них Настоящий лидер Заботится О людях Он устроился Сам И было бы Справедливым Если бы он С ними расправился Но он Заботится О них Я позабочусь О вас И о ваших Детях Не переживайте Это Иосиф Удивительный Лидер Вначале Там какая-то Возня Папа Смотри Они там Что-то А потом Это мужчина Который Заботится О своих Обидчиках Это так похоже На сегмент Прости их Господи Только это Больше похоже На молитву Стефана Чем на молитву Иисуса Знаете почему? Потому что У Иисуса есть Прости их Господи Ибо они знают Что делают А у Стефана Не знают Что делают Отсутствуют Очень часто Проводят Параллели Между молитвой Стефана И молитвой Иисуса Да Там есть Хожие моменты Но есть Серьезные отличия Там нет Не знают Что делают Потому что Когда распинают Иисуса Они может быть Еще делают Это искренне Как апостол Павел Искренне Гнал церковь Думая Что он Служит Богу Иисус В эти времена Тоже предрекал Придет время Когда вас будут Гнать Думая Что этим Служат Богу К моменту Когда побивают Стефана Камнями Простите Уже покаялось Три тысячи И пять тысяч В Иерусалиме Они знают Что они делают Очень трудно Найти извинения И проход К Богу Когда сознательно Топчем истину Открытую нам В посланнике Время В десятой главе Это серьезно Обсуждается Если при нарушении Закона Моисеева При двух Или трех Свидетелях Без милосердия Наказывается Смертью То Сколь Тягчающему Наказанию Повинен Будет тот Кто не почитает За святыню Кровь завета Которую Освящен И духа Благодати Оскорбляет И все-таки И там И там Есть молитва Не вменеем Греха сего Прости их Иосиф Иосиф Не читал Библии Он вообще Ее не читал Библии не было Суметь Простить Когда у тебя Нет ни примера Христа Ни примера Стефана Легче сегодня Правда? На шаблонах Легче что-то Исполнять Или заполнять Когда у тебя Есть образец У него не было Он творил Образец Чтоб сегодня Можно было сказать Давайте будем Как Иосиф Чтоб сегодня Молодых людей Воспитывать И когда Тянутся Женские руки Убегай от них Хотя у него были Все мотивы Обидеться на Господе И сказать Господь Меня оставил Сам устрою Свою жизнь Нет Самая короткая Проповедь в Библии Одна из Как я могу Сделать это зло Перед Богом Мне все Доверили Кроме тебя Как я могу Это сделать Перед Богом Как У молодого человека Есть теология Не имея Библии Не посещая семинаров Ему хватило То что сказал ему Отец Как я могу Это сделать Перед Богом Давайте Аргументы Да Бога тебе забыл Ты ему не нужен Смотри Как он с тобой поступил Что ты не знаешь Как тебя продали Сколько ты стоишь Да твоя душонка Двадцать монет И такой шанс Ты же молод Молодость проходит Надо ее прожить Здесь и сейчас Танцуй Пока молодой Классика Советского Постсоветского Мышления В Америке Конечно не так Здесь нет грехов Одни радости Здесь вообще Не работают Когда спросили А где в Америке Деньги берут Там магазин есть Доллар три Там наверное Их и берут Между мной И целью Ухабистая дорога Ухабистая Между Христом И целью Ухабистая дорога Хотя Иоанн Креститель Все для этого сделал Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте В степи стези Богу нашему Исайя 40 глава Реализованная В Евангелии Но там было и предательство И непонимание И постоянное желание Его убить Я хочу ободрить Всех лидеров Упованием На Бога Диви Да будет на всю волю Господня Но цель Никто не отменяет Водворимся У Господа И это Несравненно лучше Поэтому нет Ничего На пути К этой цели Что было бы Выше Ценнее Дороже Интереснее Этой цели Самая большая взятка Убодрить лидеров Тем ценнее Помощь Каждого Потому что лидер лидера Легче поймет Мы нужны друг другу В одиночку не справиться Только я знаю намерения Какие имею о вас Говорит Господь Намерения во благо А не на зло Чтобы дать вам Будущность и надежду Намерения Бога Мотивы Сердца Устремления Все это на благо Но к реализации Идем и через трудности В мире будете иметь скорбь Но умужаетесь Я победил мир Для тех Кто хорошо знает русский Конференция идет Во мне течет наполовину Молдавская кровь Наполовину украинская Говорю по-русски Мучас грасси Пара ла инвитасион Диэс Эрмэнос Эрмэнос Вы продолжите по-английски Я по-испански Мой бьен Диэс ле бендига Мы с вами на разных языках А Бог один И кровь Христа пролита Абсолютно за всех За каждого За любую национальность Наша задача помнить Мы куплены дорогой ценой Отступить от цели Это значит обесценить То, что сделал Христо для нас Обидеть того Кто сошел с небес Для того, чтобы вытащить нас Намерение во благо Но намерение во благо Подразумевает и сложность Почему я задел Разные языки Помогите мне, пожалуйста Здесь написано Как бы О Боге и ободрение Вот когда ты хочешь Ободрить мужчину Мужчины, мужайтесь А когда к сестрам обращение Как я должен сказать Ну, женяетесь Нет такого глагола Крепитесь Мужчины, мужайтесь Женщины, крепитесь Как бы подразумевается Что в слове мужчина Все заложено И крепость И все остальное Правда, интересно? Емкое слово Русский язык Мужайтесь Мужество Оно нужно всем Всем Понимание сложностей И понимание того Что Господь нас не оставит Один на один С этими испытаниями Вас зовете ко мне Пойдете, помолитесь Я услышу вас Только пожалуйста В защите меня Всем сердцем А теперь внимание Две основные заповеди Люби Бога Всем сердцем Бог не довольствуется Половинчатостью Максималист у нас Бог Я тебя возлюбил Не половинчат Спасение совершил Не на одну четверть Дорожу тобой На все сто Пожалуйста Будь таким же Для меня Это отношение Лидерство Это отношение С Богом Мое видение Включает Эти отношения Выбор Видения Сводится Не к догадкам О том Что нас ждет Что же будет Главные вещи Нам открыты Не открыты детали Но цель открыта Это творческий процесс Включающий участие Как человека Так и Бога По дороге Есть сюрпризы Не всегда приятные Но цель Никто не отменял Мы не фантазируем Мы знаем Мы основываемся Не на философии А на откровении Всемогущего Бога Я имею намерение Во благо Для вас Аллилуйя Мы должны Себе это напоминать Дорогие лидеры И так не будьте Нерассудительны Но познавайте Что есть Воля Божья Интереснейшие вещи Не будьте Нерассудительны Как бы вы Это перевели Не будьте глупыми Пользуйтесь Тем Что вам дал Бог Мыслительный аппарат Не будьте Легкомысленными В своих Решениях И действиях Различные Современные Переводы Вот эту Нерассудительность Разжевывают Так вот Отказываться Возрастать В познании Божьей воли И есть основная Нерассудительность Заметь это все В одном тексте Нерассудительность Когда не так поступил Не туда поехал Не туда повернул Штраф получил Нежелание возрастать В познании Божьей воли Это самая Главная Нерассудительность Иисус Хорошо понимал Божью волю И произносит Да будет на все Воля Твоя Но не моя Не моя воля Но твоя Да будет Лидер настоящий Смиряется Под волю Божью Он знает ее Напоминаю Возрастать В этом познании Должны и мы Это процесс Христос знал Полностью Сразу Его знания Совершенные Полные Безусловные Наши знания нет Мы растем От года к году Это процесс Надо В это вкладывать Когда мы говорим О видении Мы должны понимать Что это дорога Все очень просто Маршрут какой Экзит Отсюда Вывести Отсюда Пункт Один И второе Вывести Куда Обязательно Лидер должен Обозначить Две вещи Вывести Откуда И вывести Куда По дороге Детали были Неясны Но цель Никто не Отменял И кто Засомневался В этой цели Не дошел До цели Бог не отменил План Задача Вывести Из пункта А В пункт Б Вызывайте Это как Хотите Но лидер Знает Дорогу Отметьте Пожалуйста Себе Лидер Знает Дорогу Лидер Действует Не хаотично Не по ходу Меняя Стратегию И уж точно Не отменяя Цель Из Пункта А В пункт Б Для христиан Это Ханан Небесный В беседе С неверующим Не пытайтесь Так разговаривать Но вы Надеюсь Меня понимаете Если в беседе С неверующим Который никогда Не читал Библию Так разговаривать Боюсь Он ничего Не поймет Вы думаете Путь в Ханан Так прост Вам сначала Надо сражаться С Евусеями И с Гергесеями Прежде чем Кровь Агнца Сможет вас Омыть Что? Не разговаривайте Так Какие Гергесеи? Вы о чем? Язык Привычный Религиозному Уху Для тех Кто посещает Собрание Странен А скажите Пожалуйста Это просто Итак Внимание Задание Дорогим Студентам Посвящаюсь Объясните Пожалуйста Просто В пяти Семи Предложениях Что такое Пункт А И что такое Пункт Б Для христианина И пошли Варианты Пошли Варианты Это домашнее Задание Вы всегда Мыслите Вслух Итак Пожалуйста Пять-семь Предложений Расскажите Пожалуйста Как должен Христианин Современным Языком Объяснить Человеку Который Еще не Примирился С Богом Откуда Куда Мы Его Хотим Вести Что такое Пункт А В данном Случае Для современного Человека И что такое Пункт Б И как бы Мы бы Заменили Словосочетание Небесный Хана Вы хорошо Начали Остается только Дома Продолжить Спасибо Вам Итак Друзья Путь Народа Божьего Первое Это радость Свободы Вы помните Их это Прям Перекрывало Там Песни Ух Морями Потом Вообще Моряям Захочется А что Это Только Ты Командуешь Давай По очереди Никогда Не забывай Это Я Тебя Спасла Ты Был А я Рискуя Собой Дочка Фараона Будем Руководить Церкви Через Ротацию Ей Было Что Сказать Правда И там же Аарон Бедненький Разрывался Между Братом И Сестрой А сначала Была Радость Сначала Была Песня Весна Потому И Пасха Была Весной Радость Свободы Вначале Все Было Хорошо Кстати Не Сложно Командовать Людьми Которые Идут За тобой С радостью Правда Кто Братя Ну не загружайте Его Прямо Дайте Перевести Дыхание Человеку Человек хочет Глоток воды Сделать Пожалуйста Отсек Отсек Всех И Говорит Пока Вы Идете Помыть Руки Можно Я У меня Пару Вопросов Задам Конечно Можно Как Минимум Ты знаешь Где руки Можно Помыть Пошли Покажешь Как Это Здорово Не Сложно Управлять Людьми Когда У всех Радость А Попробуй Справиться Когда Радость Заканчивается А потом Пошел Ропот Правда Потом Пошел Ропот Недовольство Этим Недовольство Тем Чудеса И дары Вот что Было На пути Позади Позади Повергнуты Божества Египта Да 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 Это Еще Одна Из Целей Господь Пришел Не Только Их Ввести Но Одновременно Наказать Политеизм И Показать Их Пустоту Суетность Тщетность Посрамить Всех Богов Египетских Это Еще Одна Цель Чудеса Дары Столб Облачный Столб Облачный Это Днем А ночью А ночью Огонь Подсветка На весь Лагерь Ты Лидер А Бог Вот Он Это Были Те Времена Когда Про Бога Можно Просто Сказать Вот Он А как Вести Людей Сегодня Когда Заканчивается Радость А вот Так На столб Не Покажешь А когда Война А когда Дрон Снес Полдома А что Мне показать А где Бог В таких Условиях Современное Лидерство Оно Очень Непростое Как Помогать Людям Проходить Через Страдания Сохраняя Надежду На Господь Как Помогать Людям Перешагивать Через Боль Потери Близких Не Убирая Взгляд С Иисуса Христа Потому Что Иисус Пострадал Невиновный От Виновных Уж В христианстве Бог Знает Что Такое Проблема Он Сошел Чтобы Пострадать Вместе С нами Вместо Нас Ради Нас Невиновный За Виновных Мы Служим Этому Лидеру Бог Знает Что Такое Несправедливые Страдания Испытание Веры На пути Пункт А Пункт Б Так вот По дороге Обязательно Будут И испытания Веры Лидер Непроверенный Не подтвердил Своё лидерство Он получил Диплом Он закончил Университет У него есть Знания Но он Еще не подтвердил В реальных Боевых Условиях То что Сумел Защитить На дипломной Работе Защита Дипломной Работы Все было Хорошо Первое Испытание Это приемная Комиссия Начинается Жизнь Экзамен Номер Два И этот Экзамен Очень Длинный Испытание Веры Надо Себя Готовить К этому И готовить Других Видение Здесь Пересекается С качеством И с действиями Лидера Что важно Действия Лидера Он должен быть Сам готов К трудности Устоявший В испытаниях Лидер Подтвердил Свой авторитет За ним Можно Идти Он знает Дорогу Он знает Что по дороге Будет не только Праздник Он готов Перешагивать Через эти ямы Потому что Он знает Куда идет Сам И ведет Других Исход из Египетства Рабства Мы заменяем Тем Что сделал Иисус Христос Формулировка Остается Той же Это Не просто Исторический Факт Это Символ Свободы Если Сын Освободит Истинно Свободный Будет Мы Служим Тому Кто Освобождает Людей От Любой Зависимости Лидер Это Понимает Лидер Знает Куда Мы Идем В объятия Кого Мы Идем Мы Поклоняемся Не просто Концепту Философии Парадигме Мы Поклоняемся Живому Богу Он Помогает Нам Идти По этому Пути Здесь Есть Обетование Здесь Есть Духовный Рост Здесь Есть Общение Верующих Здорово На этом Пути Что-то Происходит Реализуется Божье Пророчество Надо уметь Это Показывать Совершается Духовный Рост Возрастание Процесс Освящения Православный Концепт Теосиса Обожение Ото дня Ко дню Больше Становимся Похожи На нашего Господа Имаго Деи Переходящее В Имаго Кристи Похожий На Бога Становится Похожим На Иисуса Христа Все это Заложено В Новом Завете Мы Увидим Его И будем Как Он Цель Второго Адама Сделать Нас Похожими На Иисуса Христа Второй Адам И есть Иисус Христос Римлянам Пятая Глава Мы Никогда Не вернемся В прошлое У нас Движение Только Вперед На этом Пути Три Вещи Препятствия На пути Мы Должны Честно Об этом Говорить Честно Я Не Обещаю Что Будет Легко Я Обещаю Что В конце Будет Красиво И Вот Ту Красоту Никто Никогда Больше Не заберет И Радости Вашей Никто Не отнимет От вас Там Где я Там И слуга Мой Будет Это Обетование Посмотрите Пожалуйста Обетование Я должен Показывать Красоту И Перспективу Но должен Предупреждать Все будет Нелегко Искушение Страдание Испытание Конфликты С окружающими Всем лидерам Вопрос Сейчас А у вас Бывали Конфликты? Что Сбывали? Я живу В нем Перманентный Такой Конфликтум Континуум Перпетум Бег по кругу Постоянные Проблемы У Иисуса Были проблемы? Нет Помните Его всегда Встречали С цветами Прямо То Что было При въезде Торжеством В Иерусалим Обычно Было Каждый День Когда Ты Наконец-то Станешь Царем Саддуке Просит Фарисей Просит Пилат Просит Ну Да Впереди Был крест Нет Впереди Было Воскресенье Заметьте Он умеет Пережагивать Через крест Будут Страдания Будут Но будет Торжество Поэтому В Молдове Мы имеем Такую практику Это румынская Традиция Христос Воскрес А после Наступает Другой праздник И мы говорим Христос Вознесся И ответ Воистину Вознесся У вас есть Такая практика? Нет? А у нас есть Христос Амвият Адеварат Амвият Кристос Аналсат Адеварат Аналсат Еще один язык Испанская Романская группа языков Христос Вознес И в третий день Воскреснет Заметьте Он не остановил Свою весть И сыну человеческую Должно много пострадать И быть убиту Такой интересный вариант подачи Так сегодня не говорят Быть убит И в третий день Воскреснет Он закончил на этом Поэтому мы должны предупреждать о страданиях Но не останавливаться на страданиях Мы всегда должны говорить А после страданий Значит стоит через это пройти Женщины Терпят скорбь Но после радости рождения ребенка Перекрывает эту боль Об этом говорил Иисус Христос Правда? Оно перекрывает Забывается потому что Вот ради этого Потому что Преодоление этих препятствий Часто требует Веры Молитвы Покаяния Постоянной борьбы За духовное совершенствование Это трудно Но это стоит того Спросите спортсменов Которые добровольно идут в спортзал И им трудно И им больно Но после приятно Здорово Приятная усталость Чувствуешь себя лучше Поддержка здоровья Благодаря помощи Божьей Мы сможем дойти Всегда должен быть позитив Благодаря Божьей помощи Не без Него Фактор Бога Део валенте Но при Его содействии Мы обязательно дойдем Друзья, мы обязательно дойдем Мы победим Потому что Христос победил Джисус Виктор Христос победитель Услышал я голос неба Говорящий Напиши Напиши Пусть они знают Там тринадцатая глава Шесть, шесть, шесть И убиваем был Каждый, который не Это тринадцатая Но обязательно есть и четырнадцатая Продолжение Нагорной проповеди Блаженны Плачущие Блаженны Блаженны Когда страдаете за правду Вы тоже блаженны Блаженство В первой книге Нового Завета Матфей Блаженство В последней книге Блаженны Мертвые Умирающие В Господе Ей, говорит Дух Они Успокоятся Они найдут покой Они отдохнут Наконец-то Они смогут расслабиться А пока на пути Это сделать сложно Временный передых Определенная передышка Перевал Да Перешли Отдохнули Идите отдохните Немного Ибо много было приходящих Так что есть им было некогда Концепт Шабата Как дня седьмого Или концепт Шабата Как седьмого года Присоединенный К шалому небесному Состоянием мира Все это мы имеем В Иисусе Христе Безусловно Но вот этот Иисус Который дает покой внутренний Еще и конкретно фиксировал Иногда надо отдохнуть Но там есть красивое Греческое слово Олигос Повторите, пожалуйста, все Олигос Что это значит? Я объясню Олигос Еще раз Олигос А что это за слово такое? Отдохните Немного Олигос Некоторые, слушай Один раз поездят В миссионерскую поездку И потом четыре года отдыхают Бряцаешь Старыми медалями Медали Былых подвигов Потом рассказываешь Помнится Как-то я Пятнадцать лет назад В Мексике был Дайте ему еще одну медаль За что? За хорошую память Он помнит Медали былых побед Отдохните Немного Отдохните Это очень важно Для тех, кто думает Что это грех Отдохните Но для тех, кто думает Что отдыхать Можно бесконечно Отдохните Немного Вот это желание Построить три палатки Остаться здесь Потому что хорошо Это все еще Из той оперы Отдохните Немного И мы должны знать Что когда-то Мы отдохнем По-настоящему По-настоящему Дела наши Свидетельствуют О том, что мы Много работали Пусть отдохнут Пусть Те, кто трудятся Для Господа Евангелие от Иоанна Четырнадцатая глава Просмотрите Весь контекст По диагонали Я хочу обратить внимание На стих 4 А куда я иду Вы знаете И путь Знаете Вы не знаете Всех деталей Вы многое не видите Многое не понимаете Я обещал Что вы будете Премьер-министрами Вы апостолы По пути будут проблемы Но путь Вы знаете А как мы знаем Ты за нас решил Что мы знаем Я истим путь Я истим путь Это в этой главе Будет написано Мы часто цитируем Этот текст Но не видим контекст Покажи нам путь Что есть путь Путь это ничто Хотя по грамматике Это правильно Путь это кто И для нас истина Это ничто И снова уходим От грамматики Идем в богословие Истина Это Иисус Христос Это ничто А кто Для нас истина Не в отрыве от Иисуса Иисус и есть Это истина Сиддхарта Гаутама Основатель буддизма Говорит И на этой неделе Я читал лекции По буддизму Здесь у вас Сиддхарта Гаутама Умирая В 80 лет Говорил Я лишь показал вам путь А вы совершайте Своё спасение Спасение по делам Пытайтесь Как пытался я Христос не указывал Никуда Он сказал Я и есть Знать путь Это значит Знать Иисуса Христа Возрастать Познание Христа Христология В университете Я преподаю И христологию И сатириологию Кто Христология Что Ради чего Он приходил Сатириология Доктрина спасения Знать путь Это основное Качество лидера Куда мы идём Куда мы ведём Божий народ Знание пути Отличает лидера На вопрос Куда мы идём Он всегда Готов дать ответ Мы идём К Иисусу Христу Мы будем жить Вот так Делать будем То-то, то-то Всё это вместе Каждый христианин Часть народа Божьего И у нас есть Общее видение Которое вдохновляет И направляет Наш путь Наша цель Познание Бога Обратите внимание Каждый христианин Что это значит Это значит Если я знаю путь Я должен сделать Всё для того Чтобы каждый член церкви Знал этот путь Я хочу Чтобы каждый член церкви Я даю ещё раз Для студентов Я хочу Чтобы каждый член церкви Знал то, что знаю я Это и есть лидер На этом и закончится Мой блок Сегодня Моя задача Не самому быть А научить других Вот тогда я буду знать Что прожил жизнь правильно Но об этом даст Бог Мы поговорим потом Ну что ж, друзья Завершение Я завершаю этот блок Расшифруйте, пожалуйста Университет Девития Грация Я преподаю Рекламная строка Это университет Университет УДГ Хорошая команда Преподавателей Прекрасные студенты Возможность учиться На дневном отделении Несколько факультетов Рекламная строка Что такое Кредимус Чимус Сервимус Это лого Нашего университета Это наша стратегия И внутри этой стратегии Это наша тактика А цель А цель Объятия Господа Так что же такое Кредимус Чимус Сервимус Помоги Господь Об этом В третьем блоке Благослови Господь Сервимус Сервимус Объятие